В Ленинском районном суде огласили приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Напомним, его обвиняют в получении взяток как на посту градоначальника, так и на предыдущей работе. Прокуратура требовала назначить 17 лет колонии. Суд назначил фигуранту наказание в виде 16,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 150 миллионов рублей. С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций представителя власти и местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 12 лет. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему мэру города Владивостока Олегу Гуменюку. Он признал виновным совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение взятки в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в разные периоды времени, когда подсудимый состоял в должности директора государственного бюджетного учреждения хозяйственное управление администрации края, последний получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, осуществляющими на территории Приморского края предпринимательскую деятельность в сфере строительства. Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6 миллионов рублей. Взятки передавались за совершение в пользу представляемых знакомым организацией действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организации на электронных аукционах. Кроме того, в период времени с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром города Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей муниципального бюджетного учреждения «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему было передано более 31 миллиона рублей.